Больше 8 миллионов рублей заработали мошенники благодаря наивности саровчан на прошлой неделе. Схема во всех случаях похожая. Женщине позвонил неизвестный и представился опытным трейдером. Злоумышленник убедил саровчанку, что если она инвестирует через платформу «Криптовалютная биржа», сможет получить хорошую прибыль. Для этого женщине нужно перевести деньги на указанные банковские реквизиты для дальнейшего конвертирования. За неделю она перевела по номеру телефона неустановленного лица 2 миллиона 73 тысячи рублей. На эту же уловку попал другой житель города. Введенный в заблуждение саровчанины, действуя по всем указаниям неизвестного, перевел на предоставленный номер мобильного телефона денежные средства в сумме 1 миллион 350 тысяч рублей. Соответственно, после чего неизвестный перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Какие только роли не выбирают для себя аферисты, продавцы, сотрудники службы безопасности банка, правоохранители, курьеры. С пенсионеркой связался неизвестный и представился оператором сотовой связи. Он убедил саровчанку, что можно улучшить качество интернета, скачав специальное приложение. Действуя по указанию неизвестных, саровчанка совместно со своим супругом перешли по ссылке, установили и активировали приложение. Впоследствии чего злоумышленники получили доступ к их интернет-банкам, откуда после были похищены денежные средства. Супруги потеряли 666 тысяч рублей. Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть бдительными, не доверять незнакомцам, кем бы они ни представлялись. Нужно тщательнее проверять информацию, не переводить средства на подозрительные или так называемые безопасные счета, не называть коды и пароли посторонним, не скачивать ничего по их ссылкам.